Всем привет мои дорогие друзья, я рад вас приветствовать в новом ролике, хочу вас предупредить, если хотите больше контента заходите на бусте, там все на неделю, также если хотите узнать расписание выхода серии, то заходите в мой ТЛИ и ГРМ канал, там есть фотографии, когда будет выходить из серии, в каком порядке, если быть точнее, также у меня есть дискорд скорость сервер, где вы можете со мной поговорить в телеграме, тоже что ж я сказал, все что хотел, переходим к ролику. Едва Стейн рухнула на землю, окончательно поверженная, как сзади нас послышались аплодисменты. Ну, вернее, Старк попыталась нас аплодировать, но из-за того, что ее руки были все еще закованы в броню, слышен был только металлический лязг. Браво, ребятки, отличная работа, Антония хоть и пыталась бодриться, но даже шлем не помешал мне услышать облегчение в ее голосе. Вы в порядке. Пенни побежала к припавшей на колено женщине, искренне переживая за ее самочувствие. В полном, малышка, в полном, беззаботно ответила Старк, пара стаканов виски и буду как новенькая. Надо бы полицию вызвать, чтобы ее забрали, Гвин кивнула в сторону Стейн, когда мы с ней тоже приблизились к Антонии. Я же пребывал в раздумьях, а не сделали мы только что все хуже. В фильме Абадая погиб и, соответственно, не причинил больше никаких проблем. Однако, наша противница осталась в живых и зная как местная полиция любит упускать преступников, то никаких гарантий, что она не доставит неприятностей. Я помню, что Хаммер освободил Ванка движимый исключительно желанием поднагодить Старку, не сделает ли его женская версия того же Састейн. Да уж, идиот во врагах может быть опасней гения. Моя помощница эти займется, Старк попыталась встать и Пенни тут же подскочила ей на помощь, думаю она... Тони. На крышу вбежала обеспокоенная Пепперпадз. Уже здесь, как ни в чем не бывало закончила Антония. Интересно и зачем она сюда прибежала. Я конечно понимаю, что она беспокоится за свою, какими бы ни были их отношения со Старк, но чем она могла тут помочь. Не своими же высоченными шпильками она собиралась бороться с огроменной махиной, которой управляла Стейн. В фильме она вела себя более благоразумно. Хотя, вероятно, они держали связь и Тони просто сообщила ей, что опасность миновала. Я в порядке, Пепс, успокаивающе подняла руки Антония. Пока Тони успокаивала свою помощницу в голове у, все еще поддерживающей новоявленную супергероиню, Пенни бешено вращались в шестеренки. Она умная девочка и сложить дважды два смогла легко. Тони. Вы Антония Старк. Паркер многовенно перешла в режим фанатки, начав нервничать в присутствии своего кумира. Пеппер бросила на свою начальницу виноватый взгляд, но та лишь отмахнулась, явно не слишком заботясь о тайне своей личности. Ну, вскоре она объявит об этом на весь мир, так что ее спокойствие неудивительно. Мы же с Гвин молча обменялись понимающими взглядами. Пенни в целом чрезвычайно мила, но в такие моменты ее очаровательность достигает своего пика. Да, это я, спокойно признала Старк, наконец открывая свой шлем, а что такое паучок? Хочешь автограф? А можно? Конечно можно, добродушно рассмеялась Старк, вы здорово меня выручили, а автограф, это мелочь. Итак, несмотря на теоретические неприятности, которые может принести выжившая Стейн, можно сказать, что события скалываются удачно. Антония явно благодарна за помощь и именно этого мне и было нужно. Старк, на данный момент, по большей части следует сюжету фильма, а значит, что несмотря на расхождение этого мира с кино-вселенной, к которой я привык, можно ожидать, что она все же попробует создать Альтрона, чего мне хотелось бы избежать. События в Закове и заложили основу распада мстителей, из-за чего встречать Таноса им пришлось в разрозненном состоянии, что снизило и без того небольшие шансы. Проблема была в том, что я не мог просто сказать ей, слушай, не создавай эту штуку, она принесет много проблем. Старк небезосновательно считает себя умнее многих людей и не славится тем, что охотно прислушивается к чужим советам. Да даже требования правительства США передать костюм военным были для нее не более чем пустым звуком. Значит, за оставшееся время мне нужно завоевать достаточно ее уважения, чтобы она стала ко мне прислушиваться. Интересно, в интернете есть гайды как стать авторитетом для женщины, которая не признает авторитетов. Фиск. В последнее время у нее накопилось немного проблем. То, что Осборн будет огрызаться было вполне очевидно. С первого взгляда было понятно, что это женщина из тех людей, которые не умеют вовремя сдаваться. Это было прогнозируемо, а значит приготовить ответные меры было легко. А вот ее союз с тремя костюмированными шутами оказался весьма неожиданным, как и эффективность их действий. Потеря товаров и шестерок на самом деле не была большой проблемой, пока ее каналы поставок не перекрыты, она сможет возместить ущерб. Даже то, что суперзлодейки, работавшие под ее началом, оказались за решеткой не было невосполнимой потерей. В конце концов вокруг полно жадных до денег суперов, которые за пачку хрустящих купюр с радостью будут делать все, что им прикажут. Проблема была в том, как со стороны выглядит тот факт, что ей надирают задницу три подростка в дурацких костюмах. Конечно разные герои беспокоили ее и раньше, но они не были настолько эффективны. Некоторые из ее наименее лояльных, партнеров, уже почувствовали кровь, решив, что она ослабла. Конечно напыщенным дуром быстро указали их место, но сама тенденция настораживала. Люди следовали за сильным. Будь то сила физическая, финансовая, или любая другая. Если она больше не была самой сильной, то за ней никто больше не пойдет. Она не строила иллюзий, некоторые фантазеры любили сочинять сказки про воровскую честь и верность, но это все чушь собачья. Среди бандитов было очень мало тех, кто действительно в это верит. Значит, если она не решит проблему, ее империи начнутся беспорядки. Конечно ей хватило бы сил и людей, чтобы удержать власть самыми грубыми методами, но иметь дело с постоянными предательствами и попытками саботажа было бы откровенно утомительно. Время можно потратить на куда более продуктивные вещи. Еще и эта русская наконец-то пронюхала кто на самом деле убил ее сестру. Это не сильно беспокоило, на фоне остального, русские были не более чем незначительной занозой, их дни сочтены. Однако, это маленький бунт добавлял некоторые некрасивые штрихи в общую картину. В любом случае, у нее уже был план как покончить с этими неприятностями. Чего бы она достигла, если парочка проблем могли бы поколебать ее? В одной из ее подземных баз была мастерская, где как раз работали над решением проблем с, так называемыми, супергероями. Селена, Алекса, поприветствовала у Илма семейства Смайтов, входя в их обитель. Мисс Фиск, старшая женщина уважительно кивнула, ее дочь молча повторила движение. Семейство Смайтов было ее, пожалуй, самым ценным, приобретением. Что мать, что дочь были настоящими гениями, когда дело касалось робототехники. Им она и поручила заняться решением паучьей проблемы. Селена, женщина в возрасте, чьи волосы уже полностью покрыла седина. Ее дочь, Алекса, вечно хмурая девушка на вид чуть старше 20, была инвалидом и могла передвигаться только на кресле-каталке. Мать построила для нее крайне продвинутую версию, однако, не функционирующие ноги девушки, все еще беспокоили обеих Смайт. Внимание у Илмы приковал паукообразный робот внушительных размеров. Смыты явно не теряли ни времени, ни выделенных денег даром и постарались на славу. Выглядит внушительно, Фиск позволила одобрению просочиться в свой тон, но справится ли он с задачей. Вкладываться в такую разработку могло показаться излишне расточительным, но финансовая сторона вопроса, это последнее, что ее беспокоило. Здесь важно было оставить послание, что она не пожалеет никаких средств для Тога, чтобы раздавить идиотов, бросивших ей вызов. К тому же, выполнив задачу, робот никуда не исчезнет, она могла придумать применение такой внушительной боевой машине и после того, как с паучихами будет покончено. Безусловно, уверенно ответила Селена. Этот образец полностью готов и функционален, продолжила за матерью Алекса, но мы хотим перестраховаться и сделать второго. Сделайте, дала свое добро Уилма, в некоторых ситуациях она предпочитала довериться мнению профессионалов. Смыты раньше ее не подводили, если они считают, что нужны два робота, то пусть так и будет. Нас беспокоит мальчишка, призналась Селена, перчатки которые он украл у Шокер для наших деток не угроза, также мы позаботились, чтобы эти бомбы, которыми они вывели из строя Скорпию Ирина, не доставили проблем. Однако, мы не уверены, что нам удастся его захватить, его способность делает его довольно вертким. Ах, Рэйвин, честно говоря, она давно заприметила этого паренька и даже надеялась нанять его, мальчики же любят деньги. Но увы, кажется он очень упрямо стоял на своем пути народного мстителя. Смех да и только. С его силами можно было стать очень богатым в одно мгновение. Воровство, сбор компромата, подкидывание улик, она могла придумать сотню дел в которых он был бы эффективен даже не вступая в бой. Ну что же, она могла сделать его или очень богатым, или мертвым. Он выбрал второе. Не беспокойся об этом, мальчик не ваша забота, сосредоточьтесь на паучихах, на лица Фиск появилась довольная улыбка, я знаю одну персону, которая с радостью на него поохотится. Сидеть в офисе и заниматься разработкой видеоигры, после всего что нам пришлось сделать за последние дни, было занятием практически медитативным. Мои пальцы ловко бегали по клавиатуре, набирая код. Над самим проектом я решил особо не заморачиваться, довольно простенькое мобильное арпиджи. Девочки так и не поняли, почему я счел название, Dungeon Master, таким забавным. Фиск не была дурой и до нее довольно быстро дошло, что у нас есть способ получать информацию о действиях ее криминальной империи. В пугающе быстром порядке она изменила расположение складов, также ей удалось обнаружить и уничтожить большую часть наших подслушивающих устройств. Все же она была криминальным гением, я и надеяться не смел, что нам на протяжении всей этой войны будет сопутствовать удача. Конечно, жучки можно расставить заново, но, думаю, теперь она к ним готова. Скорее всего, даже попытается использовать их, чтобы слить с нашей помощью самых нелояльных членов своей организации. Я уверен, что в самое ближайшее время нас будут ждать не самые приятные сюрпризы. Хотелось бы, конечно, наверняка узнать, что, или кого именно использует Фиск против нас, но такой возможности попросту не было. Местоположение ее основной базы нам так и не удалось узнать. На данный момент, разумной идеей мне казалось посеять как можно больше раздоров в ее рядах. Квин Пин проделала хорошую работу, придавая хаосы криминального мира более-менее управляемую форму, однако, это далеко не значит, что преступники перестали быть сами собой. В ее империи, без преувеличений, происходила настоящая «игра престолов», множество подковерных игр и подстав, это мы могли обернуть себе на пользу. Как, например, с сестрами ранен с Каховыми. Как и в сериале «Сорвиголова», Фиск убила одну из сестер, Оксану, за то, что та прервала ее свидание и свалила вину на дьяволицу адской кухни, Валерия жаждала отомстить за свою кровь и недавно узнала, что это Уилл Мавиновна в гибели Оксаны. Квин Пин планировала разобраться с русскими, попросту взорвав всех их базы. Именно эту информацию мы и предоставили «Сорвиголове», судя по тому, что никаких взрывов так и не было, она все же ей воспользовалась. «Знаешь, это немного странно», заговорила Квин, «просто сидеть и расслабляться, после всего, что случилось в последнее время. Сейчас со мной была только Стэйси». Пин не срочно вызвали в «Дейли Бьюгл», учитывая нашу значительно возрастную активность, Джеймсон очень сильно не хотела упускать столь удачную возможность проехаться по нашей компании, поэтому требовала от Паркер чуть ли не ежедневных поставок новых фотографий. А учитывая, что прибыль нашей молодой и перспективной компании пока что оставляла желать лучшего, увольняться она не спешила. «Это ты расслабляешься», хмыкнул я, не прекращая печатать, «а я работаю». Гвин на мое заявление только усмехнулась. Я понимал, что ее деятельная натура не очень привыкла сидеть сложа руки и заставлял ее изнывать от жажды действий, как и Пин не, раз на то пошло. Однако, на данный момент, осторожность казалась мне лучшей тактикой. Поддаться куражу от стольких успешных операций и со всего размаху влететь в подготовленную Квин Пин ловушку было бы крайне нежелательно, поэтому я предложил девушкам выждать. Они приняли мои аргументы и послушались, но это не значило, что их не распирало от желания действовать вот прямо сейчас. Я еще, это был неплохой повод заставить их хоть немного отдохнуть. Помимо учебы, к которой обе относились довольно серьезно, они регулярно помогали Коннорс с исследованиями, и я точно знаю, что вдобавок к этому они еще и работали над улучшением сыворотки гоблина, так что небольшой перерыв им точно не повредит. Я не это имела в виду, Гвин махнула рукой в сторону своего компьютера, на котором еще недавно пыталась работать. Я только развел руками, показывая, что мои полномочия тут все и помочь ничем не могу. Кот, в конце концов, сам себя не напишет. Однако, Стэйси так просто сдаваться не собиралась. Поднявшись со своего мести, девушка уселась ко мне на колени, тем самым ограничив мне доступ к клавиатуре. На мой вопросительный взгляд, она молча накрыла мои губы своими. Ну, почему бы и нет. Если ей от этого станет легче, то ради бога. К тому же, она далеко не единственная, кто получает от этого удовольствие. Давай сходим куда-нибудь, оторвавшись от моих губ предложила Гвин, игра за один вечер никуда от нас не убежит, а Пен Пен похоже застряла надолго. Я на секунду задумался, идея была вовсе неплохой. Разработка на данный момент действительно не горит, закончить конечно хотелось побыстрее, но реальной необходимости в этом не было, деньги у нас были. К тому же, я сам пару минут назад рассуждал о необходимости расслабиться, а со всеми этими войной, спасением миллиардершей попытками предугадать следующий ход ФИСК, времени на то, чтобы просто расслабиться и провести его с девушками как-то не было. Веди, дал я свое согласие. Услышав мой ответ, Гвин ярко улыбнулась, слезла с моих колен и потащила меня за собой. На этой улице было полно офисных зданий и никаких особенных развлечений тут не было. Так что, сначала мы поймали такси до центра. Выбор же времяпрепровождения я целиком оставил на Гвин. Наверное это один из самых значимых плюсов бытия парнем в этом мире. Выбор места для свидания всегда был для меня огромной головной болью, теперь же мне с таким заморачиваться не приходилось. Конечно, с робкой Паркер мне иногда приходилось брать на себя инициативу в выборе места, но вот Стэйси проблем с этим никогда не испытывала. Видел бы ты лицо Анжелы после этого, оно все было зеленым, Гвин рассказывала мне историю как одна из ее сокурсниц накосичила с научным экспериментом. Сейчас мы просто прогуливались по оживленным улицам Нью-Йорка в поисках Тога, что привлечет наше внимание. Стэйси, надо сказать, уже порядком оживилась. Думаю, ей это действительно было необходимо. Да уж, рассмеялся я, после таких историй мне даже страшно поступать в ваш колледж, с моими потрясающими навыками в науке позор просто обеспечен. Не паря, Стэйси легонько хлопнула меня по плечу, Пен-Пен будет с тобой, она уж точно не допустит, чтобы ты опозорился. От ответа меня отвлек телефон, который завибрировал, оповещая о входящем сообщении. Оно было от Габриэлы, бедная девушка была до сих пор заперта дома и изнывала от скуки и безделья. Ей даже в гости нас с Пенни нельзя было позвать, Норма разумно предупредила ее держать нас подальше, чтобы и на нас не нацелились. Бедная девушка, посочувствовала Гвин, когда увидела имя отправителя, а мы ведь с ней так и не познакомились нормально. Что правда, то правда, Гвин и Габриэла так и не были представлены друг другу обычным способом. Их единственная встреча состоялась, когда мы лечили Осборн. Для этого мира ситуация довольно необычная, здесь принято знакомить девушек друг с другом, чтобы они учились между собой ладить. Разберемся с делами, тогда познакомитесь, сказал я, набирая печатая на телефоне ответ. Верно, ну да ладно, мы так снова начнем о делах говорить, дождавшись пока я закончу и уберу смартфон обратно в карман, Стэйси схватила меня за руку и потянула к одному из ближайших зданий, зайдем. Местом, куда она предложила зайти оказался зал с игровыми автоматами. Я думал такие только в Японии популярны, очевидно, я ошибся. С моим приходом в этот мир, у меня как-то толком и не было времени на видеоигры, хотя раньше я их очень любил. Говоря откровенно, я больше времени занимался разработкой, чем играл сам, так что предложение девушки мне понравилось. Погнали, уверенно кивнул я, если ты, конечно, готова к тому, что твоя милая папка сейчас пострадает. Ты же знаешь, что моя папка всегда готова к приключениям, улыбнулась Гвин, и не будь слишком дерзким, еще посмотрим кто кого. Время сейчас было крайне подходящее для прогулок и развлечений, так что на улицах народу было много. Да и в зале многие места были заняты, но мы всего же смогли найти пару стоящих рядом автоматов с каким-то файтингом. Да ладно. Неверяще выкрикнула Стэйси, когда на ее экране высветилась надпись, вы проиграли. Как я уже и говорил, раньше я очень любил видеоигры и особенно хорош был в Mortal Kombat, так что у бедняги Гвин шансов было немного. Вообще, видеоигры занятия здесь в основном женское, парни конечно тоже ими интересуются, но в гораздо меньшей степени. Ну что. Я не удержался от самодовольной улыбки, учитывая ее путь и рефлексы мне действительно было чем гордиться. Можно конечно было подумать, что она нарочно поддалась, но, видя блестящие от азарта газа, я отмел этот вариант. Ой, затыкнись, одна игра ничего не значит, отмахнулась Гвин, ее тон вовсе не был грубым, а вот желание победить чувствовалось явно. Мы провели еще немного времени играя в файтинг, после чего Стэйси начала таскать меня по всему залу, соревнуясь со мной в различных играх. Далеко не всегда мне удавалось победить, в гонках и стрелялках она уделала меня в сухую, но все же счет побед был в мою пользу, мастерство не пропиешь. А ты все же хорош, с улыбкой признала Гвин. Дальше без обидных пикировок наше соперничество так и не зашло. Девушка явно была довольно проведенным временем как, впрочем, и я. Под конец нашего свидания мы решили сходить в кино и выбрали какую-то глупую романтическую комедию. И хоть местные представления о романтике порой едва не заставляли меня плакать, я давно уже понял, что в хорошей компании даже самый дерьмовый фильм будет казаться забавным, а Гвин я считал компанией более чем приличной. Да и стоит ли говорить, что мы уселись на самый последний ряд и до фильма нам дела особо не было. С времени нашего свидания с Гвин прошло несколько дней. Как бы ни было приятно расслабляться в компании своих девушек, у нас была работа, которую стоило закончить. Особенно учитывая, что успешное ее завершение было пока далековато. Физг действовала эффективно, поняв, что нам известно расположение если не всех, то большей части ее складов, он их просто перенесла. С удивительной легкостью ей удавалось транспортировать по городу просто огромное количество оружия и наркотиков. Однако, это не значило, что наши действия полностью утратили свою эффективность. Нам все еще удавалось найти место, не сменившее своего местоположения, а сорвиголова, воспользовавшись предоставленной мной информацией, ураганом пронеслась по адской кухне, подарив бандитам множество неприятных ощущений. Общую картину портила только все более яростная война Физг с русскими, было очевидно, что это противостояние унесет множество жизней и далеко не все из них будут преступников. Здесь тоже пусто, с явным разочарованием в голосе произнесла Гвин. Мы вошли в здание, которое обозначили как нашу сегодняшнюю цель, но ничего не нашли. Картина уже в некотором роде привычная. Просто пустой склад, все что могло бы представлять хоть какую-то ценность было уже вынесено. Возможно, против нас играла и моя осторожность. Я все ожидал как-то контратаки от Физг, поэтому старался выбирать цели тщательно, избегая явных ловушек. Это и давало Квин Пин время, чтобы спокойненько переместить свое, Бахархла. Я многое бы отдал за то, чтобы узнать о ее планах. Пока что я просто старался предположить, что именно это будет, но выходила откровенно скверно. Единственная потенциальная суперзлодейка, за которой у меня была возможность хоть как-то следить, это Октавиус и дела у нее на данный момент шли неплохо. Суперзлодые в целом личности не публичные и отслеживать их перемещение без необходимых связей не представлялось возможным, вот и оставалось только строить догадки. «Тогда идем к следующему», — скомандовал я, мысленно прикидывая расположение ближайшей точки, до нее было примерно пару кварталов. «Осторожно!» — внезапно выкрикнула Пинни и оттолкнула меня. Едва она это сделала, как прямо между нами просвистело копье, причем самое обыкновенное. Это было что-то новенькое. Вписавшись во всю эту супергеройскую движуху, то был готов столкнуться с высокими технологиями и суперсилами, но вот оружие прямиком из Средневековья, я, честно говоря, как-то не ожидал. Хоть я и знал, что здесь полно чудиков, которые по каким-то странным причинам все еще предпочитают холодное оружие. Впрочем, сейчас было не до размышлений. Со стороны, откуда прилетело копье, послышались неторопливые шаги и перед нашими взорами предстала женщина, которую, даже несмотря на весьма посредственные знания о ее мужском прототипе, я узнал сразу же. Криви-нахотницу, или как бы она здесь себя ни называла не узнать было сложно. Брюнетка, как и ее мужская версия, одета в растыгнутый оранжевый жилет, стилизованный под львиную голову, который совершенно не мешал увидеть лифчик того же цвета, штаны же были леопардовые расцветки и облегали ее ноги настолько плотно, что пространство для фантазии не оставалось совершенно. Довольно интересный выбор суперзлодейской одежды, должен признать. Весьма недурно, заговорила женщина, обращаясь к Пенни. «Ты кто такая?» Враждебно спросила Пенни, не оценившая попытку нанизать меня на копье. Мы трое уже были готовы к бою и не спускали глаз с противницы, но меня не покидало ощущение, что что-то не так. Кривен безусловно опасна и ее навыки неоспоримы, но не слишком ли она уверена в себе, чтобы в открытую выйти к нам, после одного неудачного броска. Она должна знать кого мы уже побеждали и понимать, что в одиночку против нас троих ее шансы крайне невелики. Тут явно что-то не так. Кривен охотница, представилась злодейка, окинув нас таким взглядом словно прикидывала с каким гарниром нас стоит подавать к ужину. Плохо было столкнуться с противником, о котором у меня так мало информации, но рано или поздно это все равно бы случилось. Я здесь, чтобы поохотиться на этого мальчугана, в голосе Кривен явно слушались азарт и предвкушение. Если я правильно помню, то она мнит себя эдаким высшим хищником, способным поймать любую добычу. Я могу быть не самым грозным бойцом, но мои силы делают меня практически неуловимым. Такая как она вполне может посчитать это достойным вызовом. Но что насчет Пенни и Гвин? Почему она из неупомянула? Эти двое тоже должны быть в ее вкусе, возможно даже больше, чем я. А ты про нас не забыла. Хмыкнула Гвин, или думаешь, что мы тихо будем стоять в сторонке? Ох, я бы с радостью поохотилась и на вас двоих, Кривен разочарованно покачала головой, сажали я, что не может этого сделать, вы бы стали прекрасным дополнением к моей коллекции, но у моей нанимательницы на вас другие планы. Гадать о личности нанимательницы не приходилось, тут все было ясно еще когда я увидел Кривен. Фиск наконец-то сделала свой ход. И какие же? Гвина ощутимо напряглась, ожидая подлянки. Отвечать женщине не понадобилось. Стену здания с грохотом проломил робот-паук. Огромная махина, даже больше легкового автомобиля двигалась в нашу сторону, угрожающая клацая своими механическими жвалами. Только этого еще не хватало. Я помнил этого робота из мультика, но вот каким образом Человеку-пауку удалось победить его, используя только паутину и собственную крутизну, припомнить никак не получалось. И как будто этого было мало, исправимо, сразу за первым, появился второй робот. Да уж, дела идут все хуже. Кривин воспользовалась тем, что мы отвлеклись и метнула в меня кинжал. Однако, менее удалось продемонстрировать отличную реакцию и увернуться. Одновременно с этим роботы выстрелили в девочек лазерами, от которых тех успешно ушли. Однако, на этом они не остановились и продолжили поливать помещение из своих орудий, наделав в стенах целую кучу дырок. Я попробовал выстрелить в них из наручней, но не получил ровно никакого эффекта. Эми граната, которую Гвин забросила под брюхо одному из них, тоже не дала никакого эффекта, тот кто их создал явно хорошо подготовился и проследил, чтобы наши игрушки не нанесли им никакого вреда. Кривин же довольно шустро скрылась из нашего поля зрения, следить за ней под шквальным огнем лазеров не представлялось возможным. Изредка она давала знать о своем присутствии, кидаясь в меня разной острой гадостью. Но благодаря своей реакции и прикрытию девушек, мне удалось избежать появления новых дыр в своем теле. Роботы, тем временем, разошлись не на шутку. Лазеры повредили несущие колонны и здание сложилось как карточный домик. Нам пришлось выпрыгнуть на улицу, а сами убийцы пауков, если я правильно помнил их название, оказались похоронены под обломками. Рассчитывать на то, что это выведет их из строя не приходилось, но это могло выиграть нам немного времени, чтобы разобраться с неприятной занозой. Я как раз заметил, как силуэт Кривин мелькнул в ближайшем переулке и немедленно телепортировался к ней. Однако, лишь чудом мне удалось увернуться от копья, на которые она попыталась меня нанизать. Для удачной охоты, нужно изучить поводки зверя, самодовольно усмехнулась злодейка, тут же сделав очередной выпад. Уйдя от атаки переместившись на пару метров назад, я ответил ей выстрелами из своих наручней, от которых она ушла в сторону. Должен признать, реакция у нее отменная. Я продолжил натиск, чередуя выстрелы из оружия шокер и веб-шутеров, надеясь быстро задавить противницу и прийти на помощь девочкам. Однако, скорость реакции. Кривин продолжала неприятно удивлять. Ей удалось уйти от всех моих атак, даже несмотря на то, что я регулярно перемещался и старался атаковать с неожиданных ракурсов. Это было похоже на мой последний бой с шокер, только Кривин действовала еще более уверенно, регулярно огрызаясь, причем довольно опасно. Из-за ее неожиданных бросков метательного оружия мой костюм обзавелся парой новых дыр. К счастью, ранений мне пока удавалось избежать. Я знала, что мне понравится этот заказ, довольно улыбнулась Кривин, когда в нашем противостоянии возникла пауза, ты не только верткий, но и огрызаться умеешь. Я не удостоил ее ответом, вместо этого бросив осторожный взгляд в сторону девушек. Дела у них шли не шибко лучше, чем у меня. Роботы не могли задеть их, но им не удавалось хоть как-то навредить бронированным машинам. Даже когда Гвин удалось проделать впечатляющий трюк, перехватив паутиной ракету прямо во время полета и вернув ее отправителю, это не принесло существенного результата. Отведя взгляд, я сосредоточился на проблеме перед собой. Я ничем не помогу девушкам, если Кривин всадит мне нож, пока я отвлекся. Я окинул злодейку внимательным взглядом, пытаясь придумать способ одолеть ее как можно быстрее. Ближний бой вариантом не был, у нее неестественно хорошая реакция, можно наверняка сказать, что она каким-то образом улучшена. Дистанционный бой тоже не сработал. Можно, конечно, продолжить кружить вокруг нее в попытке измотать, но если моя теория об улучшении верна, то скорее всего я устану первым. Что еще тут можно сделать? Погодите-ка, она сказала, что изучала мои, поводки. Скорее всего, она изучила про меня все, что только смогла и возможно, на основе этого, даже может в некоторой степени предсказывать мои ходы. Значит надо ее удивить. Есть у меня одна безумная идейка. Анализируешь. Верно истолковав мой взгляд, спросила злодейка, умный мальчик, но кто же тебе даст столько времени? Кривен рванула в мою сторону и это был хороший момент для моей атаки. Дождавшись, когда она сделает выпад и окажется в позиции, из которой тяжело немедленно сместиться в сторону, я использовал свои силы и появился прямо над ней. Выстрел изнарушает впечатал злодейку в землю, не удивлюсь, если я сломал ей шею или позвоночник, но мне сейчас не до этого. После моего трюка, я свалился прямо на подверженную злодейку. Судя по тому, как она стонала от боли, то, как минимум осталась жива, я же обеспечил себе пару ушибов. Падать с высоты в пару метров было не очень приятно. Быстро вырубив Кривен шокером, я крепко замотал ее паутины и поспешил на помощь Пенни и Гвин. Роботы, с которыми они сражались, разошлись не на шутку и увлеченно громили все в округе, пытаясь достать паучьих. Повезло, что район, в котором находился склад был не особо оживленным, иначе жертв среди гражданских избежать было бы нереально. Целы. Спросил, я у девушек стреляя в роботов из наручей. Эффекта это все также не дало, но отвлекло убийц пауков от моих напарниц, дав им передышку. Порядок, ответила Пенни, но эти штуки ничего не берет. Что с охотницей? Вырубил и связал, ответил я, прежде чем мне пришлось выворачиваться от очередных лазеров. Честно говоря, я пока не вижу для нас возможности победить. Эти роботы банально слишком крепки для всего нашего оружия. Лучшей тактикой будет отступить и в следующий раз иметь при себе хоть что-то способное навредить им. Не успел я озвучить этот план, как за нашими спинами послышался знакомый шум работающих репульсоров и оба робота получили мощному выстрелу. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать кто там. Дамы и господа, Железная Леди вступает на поле боя. Привет, ребятки, поприветствовала нас Антония, приземляясь рядом с нами. Старк в последние дни была у всех на слуху. Еще не стих шум после ее героического побега из плена террористов и объявления о прекращении производства оружия, как она дала людям очередной громкий инфоповод. Уже на следующий день после разборок со Стэйн она заявила на весь мир, что является Железной Леди. Выражение лиц Пенни и Гвин, когда они это увидели буквально кричали, а что так можно было. Антония и так была популярна, народ очень любил эксцентричную миллиардершу, добавить к этому тему супергероев, которая также была у всех на слуху и получится настоящий бум. Не эту тему не чесали языками только ленивые. Тема новой супергерои не заполонила собой все инфополи, невозможно было выйти в интернет и не наткнуться на статью или видео, посвященное Старк. В непростую ситуацию вы попали, по тону Старк никак нельзя было сказать, что она считает ситуацию непростой. Женщина была расслаблена настолько, насколько это вообще возможно. Даже несмотря на тяжелую броню, она шла легкой, пружинистой походкой и казалось вот-вот начнет пританцовывать. Мисс Старк. Воскликнула Пенни, увидев своего кумира. Привет, паучок, паучок номер два, птенчик, кивнула нам Антония. Ну вот, с Вороненко понизили до птенчика, пробубнил я с притворной обидной. Ой, не дуйся, ладно. Я же, любя, хихикнула Старк, ну или хотя бы не жалусь о защитникам прав мужчин, они же мне всю кровь выпьют. Спасибо, буду знать куда обращаться, ответил я, стараясь придать голосу максимальную серьезность. Антония на мои слова только громче рассмеялась, ей явно пришелся по душе наш обмен подколками. А, парень, я чувствую здесь начало прекрасной дружбы. Кхм, не хочу вас отвлекать, но у нас тут есть некоторые проблемы, Гвин вмешалась в наш разговор и махнула рукой в сторону наших противников. Роботы, надо сказать, во время нашего общения со Старк культурно не пытались нас прервать. Подозреваю, что тут дело в банальной осторожности. Любой, у кого есть хотя бы половина мозга или, на крайний случай, интернет знает, что с Антонией шутки плохи. Она гений, особенно когда дело касается производства оружия. Вопрос лишь в том, насколько создатели этих хреновин уверены в своей поделке. Продолжат ли они сражение, несмотря на прибытие Старк, или попытаются отступить? Ответ на этот вопрос я получил незамедлительно, те, кто управлял роботами приняли решение и обрушили на нас шквал ракет. Мы с девушками бросились в рассыпную, но Антония даже не пошевелилась. Из плечей ее брони выдвинулись маленькие ракетницы, выстрелами из которых она с легкостью сбила все, что выпустили из себя убийцы пауков. Но это даже не серьезно, небрежно произнесла Старк, взмывая в воздух, держитесь подальше, ребятки, вы тут ничего не сделаете. Это было неприятно слышать, но она была права. Как бы это ни цепляло нашу гордость, в нашем арсенале попросту не было оружия способного пробить их толстую броню. Нужно будет этим озаботиться, в ближайшее время загляну к норме и выпрошу у нее побольше гранат, на такой вот случай. Неожиданно на меня навалилась усталость. Веки налились тяжестью и только огромным усилием воли, мне все же удалось переместить себя в безопасное место, подальше от сражения. Я судорожно пытался сообразить, что же со мной такое случилось. Мысли из-за все более навязчивого желания уснуть прямо на месте путались, поэтому довольно очевидный ответ пришел в мою голову далеко не сразу. Кривен. Она могла смазать свое оружие какой-нибудь дренью. Из последних сил отгония сон, я принялся осматривать полученные в бою с охотницей дыры в своем костюме. За одной из них я обнаружил сатаненький, совсем неощутимый порез. Это открытие было всем, что я успел сделать прежде, чем сон все же утянул меня в свои объятия. Обеспокоенные голоса и нежные руки, удержавшие меня от падения, были последним, что я запомнил. Сложно судить сколько времени прошло, прежде чем ко мне начало возвращаться сознание. Сон отступал неохотно, глаза открывались с большим трудом, мое тело будто уговаривало меня поспать еще немного. Кое-как сумев разлепить веки, я с облегчением увидел хорошо знакомую мне комнату пенни. Ну, по крайней мере меня не похитили пока я был в отключке, это не могло не радовать. Проснулся. Рядом с кроватью на стуле сидела Гвин, как ты себя чувствуешь? Нормально, ответил я, прислушавшись к своим ощущениям, в сон еще клонит, но ничего не болит. Хорошо, с облегчением выдохнула Стэйси, на одном из ножей той мэмры была сильная снотворная. Мы проанализировали его и пришли к выводу, что лучше всего будет просто дать тебе выспаться. Я кивнул, принимая информацию. Наверное я должен быть благодарен, что это был не яд, девушки конечно гении и наверняка бы смогли бы создать противоядие, но такого экстрима мне не надо. Гвин же была непривычно тиха. Ни шуток, ни других попыток поднять настроение. Девушка сидела с нахмуренным взглядом и напряженно о чем-то думала. Хочешь чего-нибудь? Видимо поняв, что некоторое время молча смотрит в одну точку, осторожно спросила Стэйси. Воды, я выдавил из себя слабую улыбку. Нетрудно догадаться почему она не в настроении. Опять все дело в местном менталитете. Наверняка то, что меня отравили они считают своим личным провалом. Хотя по факту винить некого, кроме меня, пусть я и плохо знаком с этим персонажем, все же должен был понимать, что из себя представляет Кривен. Нужно было быть с ней осторожнее. Только сейчас я заметил, что на кровати лежу не один. Рядом со мной, мирно посыпывая, спала Пенни. Только под утро уговорила ее поспать, сказала Гвин, протягивая мне стакан. Ледяная вода приятно освежала, в горле было по-настоящему сухо. Допив, я обратил взгляд на окно, судя по тому, что я видел был уже полдень, а сражение было ночью, нехило меня эта гадость вырубила. Уж кто бы говорил, хмыкнул я, окидывая Гвин взглядом. Девушка даже не удосужилась периодиться и до сих пор была в своем супергеройском костюме. Судя по всему, она все это время так и сидела на стуле ожидая, когда я проснусь. Стэйси немного смутилась, но взгляда не отвела и отрицать ничего не стала. Спасибо, Гвин, правда, я взял ее руку в свою, но тебе тоже стоило лечь спать, от того, что ты из-за меня всю ночь провела без сна, мне только хуже. Гвин кивнула, принимая мою точку зрения. Надеюсь, она воспримет мои слова серьезно. Что с пауками и Кривен? Пауков Старк разобрала на винтике за пару минут, а Кривен... Стэйси еще сильнее нахмурилась, сразу стало понятно, что тут не все гладко, сбежала, мы нашли место, где ты ее связал, она каким-то образом смогла выбраться из паутины. Повисла тишина, было не очень приятно узнать, что Кривен удрала, неизвестно, что она приготовит для нас в следующий раз. Мы ее поймаем, слышишь? Гвин крепче сжала мою руку, она за это ответит. Девушка говорила так, будто я получил какой-то непоправимый ущерб, но тут дело было в банальном беспокойстве. Заботу о мужчинах, особенно своих, местные женщины впитывают с молоком матери. И каким бы сильным я себя не показывал, быстро от этого не избавиться. К тому же, в этот раз я действительно облажался и если бы не помощь девочек, то я мог бы очнуться не в теплой постели, а в застенках Квин Пин. Удрать оттуда я скорее всего бы смог, но вот спасти свою личность от разоблачения мне бы вряд ли удалось. Пинни прервала тишину, начав ерзать во сне и что-то неразборчиво бормотать. Мы с Квин тут же обменялись понимающими улыбками. Паркер смогла разрядить мрачную атмосферу даже не просыпаясь. Все-таки Милота, это страшная сила. Когда Пинни наконец очнулась мне пришлось потратить целую кучу времени на то, чтобы убедить ее, что я жив, цел и вообще, как огурчик. Про огурчик я, кстати, зря ляпнул. Американцы такого выражения не понимают и наверняка она подумала, что я имею в виду что-то пошлое. В любом случае, убедив девушек, что я в полном порядке, мне наконец удалось отправиться домой. Предусмотрительная Пинни еще ночью позвонила маме и предупредила, что я заснул пока был у нее в гостях, так что голова Майка Аманда меня не ждала. До возвращения мамы домой было еще полно времени, даже начинать готовить ужин было рановато, так что я просто расслаблялся, отходя от последствий довольно тяжелой ночи. Звонок в дверь застал меня врасплод. Не представляю, кто бы это мог быть. Аманда не должна была вернуться еще как минимум пару часов, Пинни и Гвин разошлись по домам, а Габриэла все еще сидит под охраной. Дойдя до прихожей, я открыл дверь и мне оставалось только замерить от удивления. На моем пороге, собственной персоной, стояла Антония Старк. Привет, жизнерадостно поздоровалась Антония, я пришла навестить больного. Не знала какие цветы ты любишь, поэтому держи. Женщина протянула мне корзинку с фруктами, как будто действительно пришла к пациенту в палату. Я окинул ее взглядом и посмотреть, надо сказать, было на что. Старк была одета в платье, которое было, мягко говоря, довольно минималистичным. У того, кто создал этот шедевр явно было мало времени и еще меньше ткани, уж больно мало оно оставляло воображению. Внезапно я понял, что те платья, которыми меня дразнила Гвин в примерочной были очень даже скромными. Вкупе с привлекательностью самой Антонии эффект это имело убойной, если бы я не знал, что такой стиль в одежде для нее в общем-то нормален, то точно бы подумал, что она пришла меня соблазнить. Цветы я вообще не люблю, а за фрукты спасибо, я принял подарок и посторонился, пропуская гостью в дом. Цветы, это вообще одна из самых больных тем в этом мире. Девушкам, очевидно, издарить не принято, а вот парням очень даже. Мне стоило немалых усилий, чтобы убедить Пенни и Гвин, что цветы мне не нужны. Сложный был разговор. Старк посмотрела на меня хитро сощурив глаза. Смысл? Подал я плечами. Резона уходить в неосознанную действительно не было. Раз она здесь, то значит знает все наверняка. Антония не из тех людей, что позволяют выставить себя дураками. Умный мальчик, одобряющий кивнула Старк, ничего особенного на самом деле, немного шпионажа и поиск по социальным сетям. Ну, что-то подобное я и подозревал. Если она смогла проследить за девочками, пока они тащили меня к дому Пенни, то узнать наши личности не так уж и сложно. Вбить имя Пенелла по Паркеру, фейсбуке, и готово дело. Можно было, конечно, разозлиться на Старк за ее любопытный нос, но на ее месте я бы поступил точно так же. Информация, это сила, причем как о врагах, так и о союзниках. Немалая часть нашего успеха, это мои знания о суперзлодеях. А если я не хотел, чтобы за мной следили, то мне не следовало позволять себя порезать ножом со снотворным, если уж на кого и злиться, то на себя. Да и, говоря откровенно, чего-то подобного стоило ожидать, ведь именно так Тони Старк вышел на Петера Паркера в кино Вселенной. Честно говоря, я думала ты надуешься, немного удивленно произнесла Антония, понаблюдав за моим спокойным лицом. Вы ошиблись, расслабленно ответил я, хотя тенденция напрягает, смогли вы, смогут и другие. Старк на это никак не ответила, только кивком подтвердила мою правоту. Мы уже дошли до гостиной, где я жестом руки предложил ей присесть за обеденный стол. Чай, кофе. А чего покрепче нет? Усмехнувшись спросила Тони. Я покачал головой. Аманда убежденная трезвенница и алкоголя в этом доме никогда не водилась. Тогда кофе, сделала выбор Антония. Я поставил подаренную корзину с фруктами на стол и отошел на кухню, которая ничем не была отделена от гостиной, что позволяло нам беспрепятственно общаться. Итак, что привело вас ко мне? Спросил я, поставив чайник на плиту. Сразу к делу, да. Старк на секунду задумалась, словно подбирая подходящие слова, полагаю можно назвать это инвестициями. Инвестициями. Я оторвался от своего занятия и повернулся к женщине, подняв бровь. Ага, Старк хлопнула в ладоши и кивнула, а, и я покупаю вашу компанию. Апгрейд. Ну, честно говоря, я чуть ли не с первого дня надеялся подружиться с ней и заручиться поддержкой, но и представить себе не мог, что все будет происходить так быстро и удачно, да еще и по ее инициативе. По поводу апгрейда я бы хотел подробностей, я вернулся к своей работе над напитками, а по поводу компании вам лучше поговорить с Гвин, она владелец. Ой, не скромничай, любому у кого есть глаза очевидно кто у вас главный, отмахнулась Старк, и к тому же, ты бы променял разговор с симпатичным мальчиком, на скучную девочку. Думаю, я бы выбрал девочку, невозмутимо ответил я, ставя перед собеседницей дымящуюся чашку. Это тоже подтверждает мою точку зрения, Антония поднесла чашку к губам, а неплохо. Спасибо, улыбнулся я, усаживаясь напротив. Мы с Амандой, конечно, не миллиардеры, но хороший кофе в этом доме очень ценится. Конечно, возможно, что позвала Старк не совсем искреннее, но можно с ума сойти, если искать подвох даже в подобных мелочах. Итак, апгрейд, Тони вернула разговор в деловое русло, я готова сделать для вас новые костюмы и оружие. Предоставить вам место в Нью-Йоркском офисе, Старк. Индастриз, где вы сможете делать все, что душе угодно, не беспокоясь о разоблачении ваших тайных личностей, также любая другая помощь, которая вам понадобится, естественно, в разумных пределах. В обмен на что? Спросил я, подавляя желание присвистнуть от такой щедрости. На то, что вы продолжите делать то, что делали, невозмутимо ответила Старк, но, видя мое полное скепсиса лицо, посерьезнело и добавила, «Понимаешь, парень, я недавно осознала в какой мы все опасности. Супер-люди, супер-оружие, а что будет дальше? Вы подростки, и, честно говоря, мне хочется сказать вам, особенно тебе, держаться от всего этого подальше. Однако, взрослые тети из полиции и армии не смогли бы справиться со Старик, то громилой в костюме носорога, с бомбервумен на летучей доске, но вы смогли. Ваши силы нужны, если мы не хотим, чтобы эта страна, а то и вся планета, сгорела в огне. Понимаешь? Я кивнул, принимая ее слова. В конце концов похожие рассуждения и заставили меня стать супергероем. Конечно, можно было бы сидеть в сторонке и надеяться, что меня и моих близких пронесет, но на рассчитывать на авось – это не лучшая тактика. А что насчет покупки нашей компании? Заговорил я после паузы, разве не будет странно, если великая и гениальная Антония Старк внезапно купит мелкую студию, производящую откровенно низкобюджетные видеоигры? Не следишь за новостями бизнеса? Хмыкнула Антония, я в последнее время купила множество перспективных мелких компаний, разрабатывающие видеоигры в том числе, так что ничего подозрительного. За вашу игру, кстати, отдельное спасибо, я из-за нее три телефона разбила. Я рассмеялся, уж не знаю шутит она или нет, но возникшая в моей голове картина взбэшенный Старк, швыряющий телефон в стену, была очень забавной. А за новостями бизнеса я следил. Ну вернее за той частью, что касалось интересных мне людей, но с суматых и последних дней, я как-то упустил этот момент. Надо сказать, предложение было очень заманчивым, по сути, решающим почти все наши проблемы. Тайная Лагова в арендованном офисе никогда не казалась мне надежным решением, скорее уж крайней мерой, за неимением лучших вариантов. Хм, ну тогда я не вижу причин отказываться, озвучил я свои мысли, но это не то решение, которое я вправе принимать самостоятельно, я должен обсудить это с девушками. Ха, и никакой ложной скромности, мне это по душе, рассмеялась Антония, вот что, парень, в корзине с фруктами лежит моя визитка, обсуди все со своими дамами и позвони мне. Женщина поставила на стол допитую чашку кофе и поднялась с места. А мне уже пора, сам понимаешь, дела не ждут, Старк отправилась в сторону выхода, и я пошел ее провожать. До встречи, мисс Старк, попрощался я с Антонией, стоя на улице Рыльце. Приятно было поболтать, Сэм, махнула она на прощание и направилась к своей машине. Сэм, сбоку послышался голос. Повернувшись, я увидел, что мамина машина припаркована на подъезде к нашему гаражу, а сама она смотрит на меня ошеломленным взглядом. Ну, приехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова